Работа не останавливалась, соблюдение технологии тени. В чем особенность этого моста? Применены самые... Вы знаете, этот проект берет свое начало еще и с советского времени. Здесь была организована в советское время база отдыха главы ПТК. Это ведомство Министерства иностранных дел. Это было выбрано неспроста, потому что вся эта зона, Завидово, Конаковский район, эта зона и это место имеют очень большие исторические корни. И здесь одна из лучших экологий. Здесь происходит слияние реки Шоши и реки Волги. И вот этот кластер Московское море, он под собой имеет очень большую перспективу в развитии, как стратегию развития. И мы считаем, что это одна из лучших доступных инфраструктур. И автомобильный транспорт, есть возможность подъехать. Есть железнодорожный транспорт, это ветка прямая железнодорожная от Ленинградского вокзала. Ну и, конечно, это водные артерии, которые соединяют все действующие судоходные пути Центрального федерального округа. Поэтому Волжское море это многофункциональный кластер. Это единственная в ЦФО экономическая зона рекреационного типа, которая работает. И здесь находятся лучшие инвесторы, которые сегодня имеют проекты по всей России, такие как Красная Поляна в Сочи, в других субъектах Российской Федерации. И то, что здесь построено, это все инфраструктура, созданная благодаря Ростуризму. Потому что, прежде всего, мы начали с транспорта. С транспортной доступности это мосты, это возможность организовать яхтенное судоходство, это дороги автомобильные. И, конечно, сегодня мы осматриваем Зарину Валерьевну уже следующий этап развития, более масштабный, более качественный, который был бы ориентирован на новые опции, на новые направления развития туризма. Ну, все, что, еще раз подчеркиваю, делается, конечно, играет большую роль государственная поддержка, поддержка Российской Федерации. Ну и, соответственно, региональная власть активно участвует в централизации проекта. Мы сейчас пока осваиваем одну сторону, один берег реки Шоши. И в ближайшее время у нас уже по генеральному плану развития территорий предполагается развитие уже другой страны. Там были раньше заболоченные места, которые практически не использовались. И сейчас я считаю, что развитие такого туристического кластера даст возможность комплексного развития территорий, которая будет популярна и у москвичей, у гостей из других регионов. Надеюсь, что наша территория всегда будет гостеприимной для всех, кто решит к нам приехать. Зарина Валерьевна, а как Вы оцениваете туристический потенциал Тверской области? Как на этот самый потенциал влияет этот кластер вместе с Транско-транскоязычным музеем? Ну, туристический потенциал Тверской области просто огромен, как и всех регионов, которые вдоль Волги. Вот мы сейчас видим, люди летом все хотят к большой воде. Если это не море, то люди хотят хотя бы к рекам, озерам. Тверская область и вообще приволжские регионы предоставляют огромные возможности для занятий активными видами спорта. Тверская область уже сейчас такой, я бы сказала, туристический магнит. Вот мы сейчас смотрели, загрузка под 90%. Пыталась найти свободные номера, довольно сложно это уже сделать. Конечно, не хватает сейчас номерной емкости, и мы это как раз сейчас обсуждали. Задача нарастить, с одной стороны, номерную емкость, с другой стороны, сделать завидово круглогодичным таким курортом, не только там в летние, в теплые месяцы, но чтобы здесь было чем интересно заняться, в том числе семьям с детьми, круглый год. И один из объектов туристической инфраструктуры, который здесь как раз предполагается создавать, это такой современный, такого мирового уровня, круглогодичный аквапарк, с возможностью интересно проводить время круглый год, не только летом. Ну и мы, конечно же, да, вот Игорь Михайлович отметил, у нас уже почти там миллиард триста на три года заложено в нашей программе по строительству там объектов, обеспечивающей инфраструктуры этой дороги, мосты. Мы только что мост открывали, который в рамках этой программы строился. Но тут, конечно, недостаточно строить только обеспечивающую инфраструктуру, недостаточно строить только дороги, развивать, строить мосты и развивать в целом обеспечку. Тут необходимо еще, вот как я уже сказала, создавать объекты туристического притяжения, туристическую инфраструктуру. И мы впервые планируем запустить такие программы поддержки непосредственно развития объектов туристической инфраструктуры, в частности гостиниц, круглогодичных аквапарков. Надеемся, в этом году мы эту меру поддержки запустим. Это называется она субсидирование процентной ставки на строительство новых гостиниц, когда мы будем для конечного инвестора делать процентную ставку ниже, чем она сейчас есть, и таким образом повышать инвест-привлекательность регионов и стимулировать инвесторов дальше вкладывать в туризм в нашей прекрасной стране. И, безусловно, Тверская область примет участие в этой программе, и мы готовы будем часть, по крайней мере, номерного фонда по этой программе субсидирование процентной ставки, соответственно, развивать. Ну, вы знаете, у нас ключевая задача, которую перед нами президент-премьер ставили, это доступный, комфортный и безопасный отдых для наших граждан. Вот мы над доступностью очень активно работаем, уже там очень много популярных чартерных, новых направлений запустили, уникальных, да, там впервые только этим летом наши граждане могут там начинать 30 тысяч рублей за недельный отдых, поехать на Байкал, на Алтай, в Хакасию. То есть мы такие очень необычные направления запустили за очень такие доступные цены. Но мы расширяем программу, не останавливаемся, и туристический кэшбэк или возврат средств туристам, это такой большой новый проект, мы ничего подобного в туризме в стране никогда не делали, он позволит предложить нашим гражданам 2 миллиона самых разных туров по всей стране по доступным ценам уже изначально, а турист еще и непосредственно сможет получить выгоду от приобретения этого тура, получив возврат непосредственно на свою карточку, там спустя какое-то короткое время после покупки тура. Мы включили не только Тверскую область, там, да, при всей любви к ней, у нас вся страна примет участие в этом проекте, решили никого не ограничивать, не ограничивать туристов в их желаниях путешествовать по стране, решили не ограничивать регионы в их желании принять участие в этом проекте. Поэтому нашим гражданам, вот начиная с момента запуска, мы объявим его чуть позже, это произойдет в августе, вот начиная с момента старта акции до конца года будут доступны самые разные туры по всей стране, начиная там от пляжного отдыха, продолжая там культурно-познавательным, оздоровительным и там с самыми там разными видами активного отдыха на природе, у рек, озер, это и Алтай, и Байкал, это и регионы вблизи Волги, и Тверская область. Вот сейчас загрузка 90%, но я думаю, что там осенью точно можно что-то себе покупать и бронировать. Поэтому мы приглашаем принять участие в этой программе и открыть для себя возможности нашей страны, которая еще столь неизведана для наших граждан. Вот, это такая возможность для наших граждан доступно, интересно, разнообразно посетить те места, о которых многие из нас только на уроках географии слышали. Игорь Михайлович, ну сложно комментировать в начале рабочего дня, но тем не менее выбирали для рабочей поездки сегодня какие-то рэперные точки, чтобы показать, может быть, какую-то помощь нужно уже попросить от агентства, чтобы еще лучше развивался туризм в регионе. Ну, знаете, я считаю, что Российская Федерация сегодня очень активно помогает всем регионам развивать туризм, в том числе и Тверской области. Хотел бы выразить благодарность президенту Российской Федерации, премьер-министру, правительству, Ростуризму. Зарея Валерьевна лично за ее такое активное участие и за такое внимание, прям детальное внимание. Она всегда очень детально интересуется, так сказать, звонит периодически, спрашивает там, как эти проекты, в какой стадии, есть выход в онлайн, можно посмотреть, как это все строится, делается, но очень важно, конечно, личное общение. И сегодня, вы знаете, что Тверская область насчитывает более двух тысяч рек и озер, это самая крупная территория в Центральном федеральном округе, и огромный туристический потенциал, в том числе это озеро Селигер, мы даже говорим, что там это не просто Осташковский городской округ, как это, так сказать, уже такая общность, как мы говорим, там, Селигерия или Селигер, сам, как, так сказать, именно объект крупный, многофункциональный, очень интересный, экологически чистый. У нас находится исток реки Волги, и сегодня, я надеюсь, мы там постараемся побывать. У нас строится многофункциональный транспортно-пересадочный узел, который даст возможность напрямую с Ленинградского вокзала в течение часа добираться до большой воды, и я считаю, это неоспоримое преимущество, которое дает вот эта федеральная программа, наша федеральная программа поддержки развития туризма, и единственное, что можно попросить, просто продлить эту программу, сделать ее более доступной для всех субъектов Российской Федерации, и в том числе, конечно, для нашей родной и любимой Тверской области.